Песенка про ожидания российских болельщиков от игры наших клубов в Еврокубках А не думали мы упадём Досмотрите до конца и поймёте, почему это ещё не так Всем привет, ребятки! Ну что ж, давайте разберём немножко матч Локомотив в Баварии Погнали! Первая у нас вот такая схема имелась Там на самом деле играли немножко по-другому Куликов, да, вот здесь вот опорки Был крыховяк Крыковяк был здесь вот Вот так вот, да Антоша Ну вот как-то так было, да Антоша был здесь, Зелуиш здесь Притом Фидя, как правило, в этой зону смещался Зелуиш смещался в эту зону Вот так вот и играли, ничего нового Замены, замены тоже вышли такие По той же модели, что и было В чём ошибка? Ну, во-первых, крыховяк Очень странно играл Не отрабатывал Ну и косячил Игнатьев Игнатьев, конечно, накосячил в этом матче И Куликов оставался одним опорником И тоже очень странное решение То есть Высоко, наверное, играл Игнатьев Высоко, наверное, играл где-то крыховяк В атаке от них толку было не так уж много А в защите косячили Плюс Федя Федя выполнял функцию Там, типа, отвлекающий манёвр Вообще бесполезный То есть надо было, наверное, где-то Выпустить кого-то другого Может даже в опору кого-то поставить Крыховика Либо Игнатьева выше Поставить Освободить их от этой функции Либо же выпустить Белоруса Не знаю Надо было тогда играть в одного Зелуиша Игнатьева выше поднять Ну, это моё мнение А там как получилось Так получилось А вот так у нас играла Бавария, да? Вот так у нас игралась Бавария В принципе, так и играли Команд был здесь Мюллер реально Справа бегал Кимих с Горецкой Первый оттами Были, наверное, в опорке где-то Но не менялись местами Здесь нету Чёткого игрока под напами Кимих мог сюда выходить И Горецкой мог сюда выходить Во втором тайме вообще, по-моему Кимих играл чуть ли не на Цапе выше, чем Горецкой и Мартинес Ну, вот так бегали Схематично, нормально По тактике Другое дело, что Не впечатлил ни Мюллер Не впечатлил ни Ливандовский И опорка просела Ну, так Бавария Средний пешком, наверное, играла Где-то Может, Локомотив И не позволял Вот так Бавария бегала Первый момент у Локомотива Миранчук навесил Смолу выбежал Ударил, не попал Такое надо забивать Баварий Такое надо забивать Кто накосячил у Баварии Я не понял движения На самом деле Кимиха не понял движения Почему он Не за Смоловым пошел Я понимаю, что Титативно он там Криховика уже начинал страховать Но он не в ту зону Мне кажется И левый защитник Баварии Конечно Вообще ничего не делал Просто отпустил И все Двое игроков Локомотива Грубо говоря Образовались В одной зоне И друг другу Не помешали при этом Надо было просто Перекинуть в эту зону Антоша это сделал Но Антоша молодец Это цирк На угловом локом Это цирк На угловом локом Что здесь делает Это троица Кого она закрывает Я не знаю Вот Три игрока Баварии По сути Самостоятельно Расположились Притом Я бы не сказал Что здесь Край штрафной Понимаете В чем прикол Здесь не край штрафной Здесь Блин Убойная зона Ближняя штанга Почему на ближней Никто Никого не кроет Блин Я не знаю Даже на дальний мяч Да Здесь ближняя Ладно Там на дальний Можно еще Пока мяч прилетит Хоть немного помешать Здесь ближняя Убойная Позиция Никто не кроет При том Что вот Это троица Что вот Два опорника 69-й 7-й Краковяк И Куликов А вот это троица Это как волейболист Волейболист Только в футболе Руки поднять нельзя Вот Мячики Перелетает А это гол Антоша Упустил Упустил Мурила Не встретил Почему Мурила Не пошел В активность Страховать Миранчука Я не знаю Ну либо Миранчук Не достраховал Мурила Но Мурила За Горецкой Располагается За Горецкой Людмила Степановна А мне говорят Да Посмотри на Мурила Как классно играет Но я вижу Классно играет С ротором Привез Сейчас Поучаствовал В горе Молодец А вот здесь Объясните Нафига Куликов Выдергивается А не смотрит За Команом Нафига Он сюда Выдергивается Это лесо Уже делает Передачу Он выбегает Бросает Коман Коман Врывается Там Куликов Не успевает А Игнатья В курь Игнатья Вообще Никак не реагирует На этот эпизод Ну повезло Что в штангу Папаж Должен был Быть гол А пришло Все Из-за Выдергивания Куликова Выдергивания Куликова Здесь Наоборот Молодец Выдернулся Куликов Подхватил Подбор Прошел Ударил Другое Дело Что с такого Угла Нойру Навряд ли Можно забить Но все равно Молодец А вот Стандарт Опять же У Баварии Почему так Хреново Все на стандартах Вот расположение Вроде Центр закрыто Но проиграют Проиграют Обратите внимание На положение Райковича Вот он В этом эпизоде Он уже Ничего не кроет Здесь Мартинес Один Один Мартинес Бьет И там еще Рядышком Опять же Пятый номер Чего они там Крыли при этом Расположении Не знаю Повары Мартинес Вместе Забивай Не хочу Крышовяк Упускает Просто Крышовяк Вообще Очень плохо Провел Матч В опорке Практически Не возвращался В опорку Именно В опорку Много Чего без него Было Не очень Ну так вот Так вот Но это по моментам По моментам Вы сами видите Его в опорке Не хватало Говорят у него Там конфликт С тренером Может быть Дальше идет Прострел От Кумана Ей повезло Повезло Райкович На самом деле Убежал Куда-то не туда Он должен был Перехват Делать Но Он убежал Практически Страховать Гильермо В ворота Зачем он это сделал Я не знаю Но повезло Что мяч В него попал Ну Привезли Райкович Вышел Вместо Черлоки Ну Вроде Как бы И спас С другой стороны Он не должен Был Вообще Там быть Он должен был Просто Перекрыть Прострел Ну Вроде И спас Но при этом Накосячил Бывает и такое Здесь Антоша Молодец Принял Очень хорошо Мяч И отдал На забегание Залуиш Залуиш Тот же Красавчик То что он Частенько На фланге Располагался Потому что Через центр Сложновато Пройти Он на фланг Убегал Молодец Прошел бы пас Здесь От Игнатьева Пяточкой Молодец А так Обрезал команду Обрезал команду Видите Два игрока Баварии Где Располагается Коман С нападающим По моему С Лева И все И все Считай Пенальти Привезли А вот офсайд Который Они там Зафиксировали Пас Отдавал Игнатьев Вот я не знаю Если пас Отдает Игнатьев Мяч Влетает В Горецкую А Влетает В нападающему Горецкая Не в офсайде Да Считается ли Офсайд У Левандовского Я не в курсе Я не в курсе Здесь сложный Офсайд Я искал Так и не нашел Так и не нашел Насчет Рикошета От Игрока Баварии Если пас Отдает Игрок Локомотива Кто знает Напишите В комментах Самому интересно Был здесь Офсайд Не был здесь Офсайд А нарушение Было Куликов Конечно Привез Если здесь Было Пенальти И Игнатьев Обрезал Здесь Ну Здесь Видите Коман Кимих Грецка Ну Стоят И смотрят Игнатьев Один Он И ударит Ну Опорка Начала Провалиться Баварии Под Конец Коман Отдает Мяч В центр Опять же Один Игрок Баварии Там Остается Он Отдает Назад Коман Ну И Живоглядов И Игнатьев Бросил Бросил Просто Он Смотрит Что-то Смотрит Что-то Что-то Ищет На поле У нас Игнатьев Никак Найти Не может Вторая Ошибка Его Которая Могла Привести К голову А то И третья Живоглядова Можно Понять Он еще 21 Номером Был Занят Немного Но Игнатьев Играл Конкретно Против Комана И он Остановился И Коман Просто вышел На ударную Позицию И ударил Повезло Что не забил Повезло Как только Бавария Чуть Ускорялась У локомотивов Возникали Проблемы Ну и Куликов Конечно Дал Отдать Пас Кимиху Обратите Внимание Где Располагается Зелуй Шумничка На фланг Ушел Здесь На него Как раз Таки Игнатьев Даст Пас На Разбегание Ну здесь Ничего Особенного Просто Дал Зону Но все Равно Плюсик Поставим Здесь Ну здесь Зелуешь Молодец Красавчик Протянул Прострелил Антоша Тоже Молодец Бежал Зону Замкнул Горецк Горецк Как бежал По прямой Труссой Так и остался Бежать По прямой Труссой Я не знаю Вот у Порников Есть такая Фигня Они полностью Не смотрят За игроком Вот им Надо Давать Установку Смотри За игроком Он не смотрел Абсолютно Он не смотрел Вообще Никуда Он как Бежал Так и бежал А то что туда Впереди него Прибежал Миранчук Не знаю Антоша Выиграл Здесь второй этаж Отдал Борьбу На Крыховика Крыховик Тоже Выиграл Второй этаж Отдает Назад Антоша Антоша Дает На Разбегание Залуиша Антоша Молодец Антоша Молодец Здесь Бавария Конечно Провалилась Провалилась Троечка Потерялась Залуиш В одном Моменте Поможет Другому Запорит Пробежал Молодец Красавчик Ну отдай ты же Малединову Нет Бьем и мажем А так бы Был бы гол Это у нас Живоглядов Такой пас На ход Антоша Раздает Красиво Красиво Жалко Мяч Достаточно Высоко Подлетел После отскока От газона И Немного Затормозил Антоша И Момент был Исчерпан К сожалению Куликов Выдвигается На Горецку По моему Да Уголяет зону Краховяк Его не успевает Подстраховать И Кимих Оказывается В итоге В зоне Один Перед штрафной Это гол Качесть Еще Гильермо Почему Потому что Он сделал Шаги вперед Потом Начал пятиться Вот когда он Пятился Кимих Пробил Притом Он мог взять Этот удар И заштрафнуть Он даже Не прыгнул Потому что Он пятился Назад А как Ты можешь прыгать Когда ты Пятишься Идешь назад Ты же не можешь Оттолкнуться Вот и все Не бывает Такой Лиги Чемпионов Чтобы Гиля Не привез Себя Хотя бы Один гол Антоша Выиграет Второй этаж Отдает На ход Жемаледдинов И Жемаледдинов Мажет Вернее Слабо Пробивает Прямо В вратая Не подстроился Я думаю Сейчас Адаланда Такая Придет Клока И скажет А вы нам Точно Того брата Бродали Я думаю Придут Спросят Локомотив По-любому Что-то Нахимич Антоша Играет Как Леша Кикнадзе Долбанный Гений Спихнул Этого брата А теперь Давайте поговорим О том Кто матч Провалил Кто завалил Кого похвалить Во-первых Антоша Лучший игрок Скорее всего Матча был В двух командах Да Где-то У него Иксай Это создание Моментов 0.5 Иксж Это уже Там завершение 0.6 То есть Самый опасный Игрок В локомотиве Антоша Хорошо сыграл За Луиш Но он устал Выдохся На него Вешали мяч Он как бы Раздавал Этот пас Пасы Раздавал Разгонял Атаки За счет Выигрыша Второго этажа Да И он сыграл Поэтому Как Антоша 0.5 Икса Иксж 0.2 Тоже неплохо Сыграл Но устал И еще Очень неплохо Сыграл Живоглядов Будь Живоглядов И Антоша Это Кто-то из них Лучший игрок Матча Живоглядов Не сильно Косячил В обороне Там в основном Этим занимался Игнатьев И атаки разгонял Все атаки Локомотива Считай Проходили Через Живоглядова Через Куликова Да Тоже часть Проходила Но Он в защите Накосячил Чуть-чуть Кто Больше всех Выпал Из команды Это Смолов Федя Как всегда Выпал Пока Себя Не найдет Это Игнатьев В защите Конечно Это Трэш Какой-то Был И Сейчас Вам Прошлого года Есть Большие Проблемы Есть Большие Проблемы Это Не Первый Матч По-моему В первом Матче СССР Б Тоже Такие Проблемы У него Были Смотрите Defense Action У нас Криховичок Делает Всего Один Отбор По Пасам Прогрессивные Пасы Это Разгон Атак Живоглядов На первом Да Смотрим Криховяк Криховяк Один Пас Он Всего Одним Пасом Разогнал Атаку Ну И Ключевые Пасы Ключевых Пасов Это Уже Там Непосредственно Штрафной Криховяка Тоже Ноль Тоже Ноль Лидер Локомотива Прошлого Сезона Просто Не играет Говорят Проблемы Там С Текущим Тренером Локомотива Вроде Он Хотел Уже В Зенит Уйти Но Его Не Продали Там В Последний День Но Это Проблема Как бы Текущего Тренера Что Их Лидер Сейчас Так Играет Плохо Зачем Он Его Ставит При Этом Я Не Знаю Я Не Знаю Криховичок Явно Провалил Этот Матч У Баварии Баварии Кто Провалил Матч Ну Толесо Ну И Вышли На Замена Мартинес Это 100% Провалили Также Отчасти Где-то Горецко Потому Что Ну Опорка Опорка Баварии Конечно Проседала Кимих Тоже Играл В Опорке Но Кимих Был Самым Опасным В Атаке Самым Опасным В Атаке Был Кимих И По Икса Но Опять же С учетом Того Что Опорка У Баварии Его Наверное Не страховало Когда он Подключался В защите В защите Там больше Горецко Косячил А Толесо Которого Поменял Потом Мартинес Были Незаметны Что Один Что Второй Вот Это Два Худших Игрока Наверное У Баварии Что Одного Не видно Было Ни в Опорке Ни в Атаке Что Второго Такой Матч Могли Ошибки 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 Может Неправильный Выбор Сстава По поводу Зенита И Краснодара Ну Хуже Сыграл Всех Марсель Хуже Сыграл Всех Марсель В атаке Вообще Наверное Лучшая Команда Лиги Чемпионов В этом Году Во втором Туре Это Марсель Шахтер Сыграл Плохо В атаке 0.1 Зенит 0.3 Тоже Фигово Следующий Краснодар 0.4 Ну Как сыграли Наши клубы Плюс Марсель Шахтер Но Шахтер При этом Сыграл В ничью Но при этом В атаке Был 0.1 Как и Марсель Зенит На фоне Их еще Неплохо Но Все равно Говно Как и Краснодар Вы спросите Что не так С Марселем А там 2.0 Там 2.0 Это вообще Уровень дна Ну Вот так вот Мы думали Мы достигли Дна Но там Оказалось Занято Ждем Ждем Пока Субтитры